В обычной Рязанской школе теперь проходят необычные уроки. Уроки по роботехнике. На таких занятиях можно узнать о создании настоящих роботов и управлении ими. Я конструирую подобных роботов, могу сконструировать что-то из Лего. Участвовал уже на двух крупных соревнованиях. Я играл в компьютерные игры, я видел, что там происходит, мне захотелось создать что-то подобное. Уроки проводит преподаватель Рязанской школы робототехники для детей. Она создана на базе Рязанского государственного радиотехнического университета. Говорят, что такие уроки хороши не только как интеллектуальное хобби, но и как отличная подготовка к поступлению в университет. Я долгое время занимался и до сих пор являюсь участником коллектива КБ «Аврора», который сейчас находится в Сколково. Все время ощущали голод кадров, несмотря на то, что мы студенческое конструкционное бюро, к тому же, понял, что необходимо заниматься этим и со студентами, и с людьми, кто помладше, со школьниками, для того, чтобы они, приходя в ВУЗ, уже имели какой-то опыт, практические навыки. Это призвание инженер, профессия. Сейчас в стране голод кадров страшный инженерный. У нас не хватает хороших инженеров, которые реально что-то умеют делать. Не хватает мастеров на производстве. Сейчас производство обновляется, станки с ЧПУ повсеместно появляются. Ребята постоянно готовятся к соревнованиям, участвуют во всероссийских крупных тематических фестивалях, занимают призовые места. Помимо ватробошколы, мы занимаемся и другими проектами. У нас разрабатываются специальные платы для управления двигателями, так как готовые технические решения, они не позволяют обеспечить должной мощности. Также у нас разрабатывается проект беспилотного робота-автомобиля. Его особенность заключается в том, что он имеет четыре колеса, которые могут поворачиваться на все 30-60 градусов. И кажется, что все большие технологические мечты и страхи человечества исходят из мира робототехники. Роботы в потенциале могут снять с наших плеч большой объем монотонной работы. Робот на производстве или в опасных сферах жизнедеятельности – это необходимость. Робот-пылесос дома – это удобно. А значит, будущее стоит именно за этими ребятами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова